Около двух ночи 19 апреля пенсионера из поселка Домбаровский Ивана Макарова разбудила внучка со словами, что на крыше что-то щелкает. Иван Тимофеевич вышел из дома и увидел, что горит кропля. В этот же момент подъехали пожарные, которых вызвала соседка из дома напротив. Горящий одноэтажный дом двухквартирный. Огонь успел перекинуться на соседнюю квартиру Риты Крупиной. И таким образом от огня пострадало сразу два жилых помещения. Пожарные быстро справились с огнем. Площадь возгорания составила 63 квадратных метра. От огня пострадала в основном кровля, но обе квартиры залиты водой. И стены, и палы, и потолки. Водой из них живет пенсионер Иван Макаров с двумя несовершеннолетними внучками 12 и 16 лет. Они находятся у него под опекой. Последняя уже учится в Урске. В момент пожара в квартире он находился с 12-летней внучкой. Предварительная причина возгорания – замыкание проводки. Вторая квартира принадлежит многодетной матери Рите Крупиной. Жилье купили нам от капитал, чтобы в дальнейшем оно досталось старшему ребенку. Претензий к соседу, отмечает погорелица, она не имеет. Возбуждать уголовное дело я не стала, так как у моего соседа трудная жизненная ситуация. Он воспитывает двух внучек, доставшихся ему от дочери, то есть он опекун. Плюс он человек преклонного возраста и инвалид второй группы. При этом квартира самой женщина сильно пострадала. Работает в их многодетной семье только муж Риты. Весь очаг пришел на нашу сторону и у нас потолок от воды, от того, что доски все эти позгорали, у нас получилось, начал провисать и падать потолок. Давайте пройдем покажу. Вот это зал. Все доски на потолке прогорели, сгорели. Плюс давление воды получилось, что потолок непригоден. И жить здесь просто невозможно, потому что это рано или поздно это все упадет. Сейчас в дом необходимо вложить немалые средства, чтобы там можно было жить. Все, кто помогает погорельцам, это жители поселка Домбаровский. Своими силами, ни я, ни мой сосед, мы, конечно, это все восстановить не сможем, так как все прекрасно знают, какие сейчас мы настроим материалы. Это очень дорого, это очень накладно. Простые люди, объявили сбор, простые люди, односельчане, может быть, люди соседних районов, какие-то переводы делают. Мы собрали примерно около 9 тысяч, но вы сами прекрасно понимаете, что эти 9 тысяч уйдут только на саморезы, на гвозди и на все эти расходники. Погорельцы надеются, что мир не без добрых людей, поэтому обращаются к вам, нашим телезрителям, за помощью, так как рассчитывать им больше не на кого. Погорельцы будут рады любой помощи, номера телефонов и карт Сбербанка на ваших экранах.